Так, друзья, давно не виделись. Всем привет! С чего начать? Занимаюсь, я, как вы видите, немного доводю до ума. Погода у нас просто шикарная, супер, 18 градусов тепла, работать можно, все поподсыхало, и я вник в стройку, в стройку ангара. Думаю, надо же ангар, мне тоже с ним растягивать далеко нельзя. Значит, какие у меня тут появились идеи, и что я уже сделал. Ну что я уже сделал, вы видели, я занимаюсь этим именно тамбурком, навесом в кормовый цех, и обшив полностью весь фронтон, всю сторону фасадную, все под крышей, подшивал. Вот мой кормовый цех, кто еще не видел. Бо сейчас уже посмотрят и не поймут, что оно к чему. Это кормовый цех у меня был, и я построил ангар, и вместе с ангаром накрыл кормовый цех. Тут, как я и хотел, обшив себе такой, типа, как тамбур. И сейчас вот эта проблема стала у меня подшивать бруски и тоже зашивать профлистом потолок. Вот сюда внизу, ну а сверху потом уже что-то буду думать, чтобы там ходить, если надо будет ходить. А может не надо будет ходить, бо я и так там на вагоне могу ходить. Короче, сейчас вот это мне надо делать в потолок. Самые ворота я так и оставил в 4,20. Думал-думал, короче, всякие варианти, обдумал, оставил 4,20. И думаю, я с верху до низу метр, допустим, 20 сделаю одну длинную воротину, так как мне там много кто и писал в прошлых роликах. То есть 5-метровая у меня будет одна цельная воротина. И эту воротину обошью этим прозрачным поликарбонатом. И будет у меня получаться 1,20 метра ширина и 5 метров длина поликарбонат. То есть одно нормальное здоровое векно. А 3 метра сделаю обычные 2 распашных легких воротинки. Ну, от ветра, от снега, мне ж тут его закрывать ни от кого. Вот так. Так и сделаю. 3 метра ворота будут, это нормальные, не будут они сильно здоровые. А та метровая будет открываться внутрь. И если все нормально, то сделаю внутрь так, чтобы открывалась, допустим, вот эта створка верхняя туда вверх. Поставлю оттуда лебедку, вот такую, типа, как с трещоткой. И тросами, чтобы ее... Я тут оно раз и подняло. Ну, там есть и вдруг надо. Заехали. Не надо. Покрутив лебедку, опустил. Ну, она будет и не очень тяжелая. Там, допустим, я квадрат трубу куплю. Хай 60 на 60 из нее сварю и обещаю ее поликарбонатом. Ну, и эти трехметровые воротины. Это что по воротам, вот это что я решил. И по самому векну, 5-метровое векно. Я раньше думал, как? Думал все из стороны. Иди век сюда. Думал, вот эту стенку сделать в каждом пролети векно. Уже и векна готовил на эту стенку, на каждый пролет. То есть их тут раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть векон. Я думал ставить, повырезать векна, покрутить брус и сделать такие, типа, как векна. Ну, чтобы открывались трошки для проветривания. А потом, это же я уже подумал и думаю, ну зачем? У меня же получается метр двадцать на пять. Это шесть квадратов в одно векно. Да, ровно шесть квадратов просвета. И у меня же эта сторона, где ворота солнечные, тут постоянно солнце. Постоянно. И получается, тут мне света хватает дневного. Ну, понятно, еще и лампочки будут. То есть, вот эти векна я не буду вырезать и делать. Ну, а вы подскажете мне уже там, так я думаю, или не так. Ну, я думаю, так будет проще. Я думаю, еще что вам покажу. Это же у меня тут получается девять метров, или девять чем-то. Самый кормоцех. И эту стенку я тоже уже дошил сюда до ворот. Бо раньше вы смотрели, и получилось, что оно типа как обрубанный непонятный ангар. А сейчас вот у меня ворота. Тут, а стенку я ничего не буду грузить. И не знаю, может даже обошью так плоским шифером тоже, а так. И также я что еще решил. Я уже наверх туда вытягиваю соби доски там сушу, перекладываю. Ось наготовил. Это все доски, что я выбираю с обзоли, что мне привозил Игорь. Я так по трошку сушу партию, вот это мне этот. И я думаю, может не надо мне портить шифер. То есть там везде по кругу, по периметру я, допустим, раз, два и три. Стенку покручу плоским шифером метр семьдесят. А эту сторону не буду. Тут аж жесткая стена. Ну зачем, я думаю, обшивать и портить. И что я еще думаю, что обшивать? Бо я попортю свой весь шифер, а так у меня еще шифер останется куча еще своих планів на цей шифер. А так я и шифер сэкономлю, и сам брус сэкономлю. А внизу только пощу, получается, пол шиферины мои 55 сантиметров. Покручу внизу 55 сантиметров до самого павильона. И внутри зальем бетон. Ну а это подкрасим, под шифер, под цвет шифера покрасим. Да и все. Будет красивенько, нормально. Так тут а если я в конце буду высыпать пшеницу вот сюда, допустим, насыпать. У меня можно насыпать и обкорма цех, он не боится. И там же будет у меня шифер, все будет насыпать можно. То есть у меня фермер був, брал свинку на племя и он говорит, что вот где-то на этом уровне, не очень высоко, то он 50-60 свободно ляже. А там, каже, уже так, можешь, там тут пшеница, а там там кукурузка, ячмень, ну таке, или что-то поставить, или что-то там будешь колотить, может, в будущем корма будет, кормовая линия, может, еще что-то. Ну, то есть вот так он сказал. Я думаю, так. И тут я думаю, еще сделаю, потому что сейчас же скажут люди, оно у тебя завалится или выпре. Я на каждую опору, воно у меня через каждых 2 метра труба, стенка там, ну там толстостенние трубы стоять, они в диаметре не здоровые, но толстостенние. Сделаю растяжку, как уже забетонирую, будут у меня растяжки на 2 метра, ну, то есть 45 градусов. Два тут, два там и растяжка, чтобы хорошо держало, ну, как борта в машине, типа, на растяжках. Ну, это я так думаю, там, я сейчас думаю одно, а потом следующий ролик буду про ангар снимать, буду показывать, сказать другое, ну, к примеру. Воно что-то, как, робишь, и что-то приходит в голову. Ну, уже тут хорошо, не сильно жарко, теньок такой, вообще отлично. И также, ну, то по гидроизоляции потом будем определяться, надо сейчас мне это зашиться, внутренний шифр обшить и готовить почву под заливку бетона или асфальтирование, ну, что там, что по деньгам. Потому что все воно стоит нормальных денег, и чтоб я потянул его. Ну, а так по ангару это, что я чем занимаюсь. Воно, конечно, мудохня, там у меня получился верх, и везде вот эти клинки и, типа, трехугольничком, везде, конечно, пока полазав сам, все повымиряв, чтоб же ж воно все четенько было. И все, получается, каждый листочек подрезал наискось, 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 вимиряв, помудохался. А там особенно, в той край вчера мудохался, в той фронтон над навесом. Поморочив, конечно, голову, ну, сделал, сделал. Теперь сейчас обшить оцей потолок и потом буду переходить сюда. Так что думаю вот так. Короче, по воротам так я и оставил. Ширина 5 метров, высота 4,20. Хай так будет, метровую будем поднимать. Это, что касается ворот. Также, друзья, не забывайте ставить хвостики. Хвостики до горы, хвостики вверх. И я вам сейчас покажу этих тюленей, как они по подростке или нет. Ну, а вы подивитесь, подросли или нет. Может, мне кажется, что они нарастут. А вы подивитесь, вы ж реже видите их. Подивитесь. Ой, да, растут. Короче, вот так я, друзья, тут все по... Ну, да, тут хорошо. Конечно, у меня теперь тут... Что? У меня тут... Тут я сделаю потолочок. Будет освещение. Тут снег. Ну, уже сейчас даже дождя были. Тут, а робишь под накрытием, конечно, классно. То все время сюда забывало. Не можешь открыть двери. То снег, то дождь забывал. А сейчас тут, как такая площадочка, тут околотим. Тут какую-то лавочку поставим. Что? Воно там мешается кормить. Я, допустим, посидел, сел там. И хотел сказать, перекурил. Перекур сделал. И вот так вот. Ну, отлично. Ну, что профлист, конечно, тонкувати. Ну, воно... Профлиста... Тонкувати. Ну, а какая ему шанса. Зато по деньгам мне тогда оно более-менее устроило. Ну, а что ему? Ему его ветер задержать. Воду, сниг таки. А что? Ну, и тут же ж уголочком обшием. Потом эти углы обшием. У меня все это уже есть. Воно все заказано. Профлиста у меня хватит еще наперед. Багато. Еще и останется профлистать. Оцех длинных листов. Багатенько. И коротеньких. Багатенько. Ось у меня, кто не поймет, за який шифр балакаю. Ось у меня тут шифра плоского. О, багато. Я дивился. Ось мне недавно попалось в объявление с плоским шифром. По-моему, 600 гривен листок. То есть у меня получается листок перерезанный пополам вдоль. Ось. Оце один листок. 600 гривен. Ну, что ж мне. Портит сколько материалов. И непонятно зачем для вагона. А так я соби зэкономлю. У меня его тут богатенько. Ну, еще что же, я думаю, и бойню робить, и те, и все. Мені воно надо будет. Поэтому переводить. Хай там вагон подкрасил лучше. Та и все. А его оставлю. Это я брал его по 100 гривен, мы брали, да? Чи 90? Штуку, да? Ну, вроде бы да. По 100 гривен мы брали. Ось тут. А, что-то. Ну, я уже не помню. Вы, кто смотрит ролики, напомню. Бо я уже не помню. То есть, он есть и его богатенько, да? Аська. Аська у нас погуляла. Очередный раз борюсь. Схрестилися. Ну, злепилися. Не знаем, что будет. И они как раз злепилися на 8 березня. На женский день. Дагазька. На 8 березня мы их заповнили сюда. Ну, понятно, воно такое запоминающее. И, не знаю, может, завагитнее. Так, пошлите, покажу свои хвостики вверх. Ну, что, по трошку они растут. Покажи их, Вик. Трошки, ну, как мне кажется, трошки, даже я замечаю, что трошки поподростали. Откуда ты лизаешь? Вот, смотрите, друзья. Сараи, сараи вообще не убираем. Посмотрите, какая тут чистота. Ну, ждите. Видно, Вик, там, какие плиты? Видите, что в сараи внутри, где, сколько их там штук свиней? Чисто. Чисто, грязно, как я и сказал. Вот этот уголочек, два на два. Ну, и то, как грязно. Вони сюда ходят в туалет, писают, кокуняют. И, опять же, ходят. Вон, кто лежит, оттуда лих. Чи в инче вона лягла. И воно таким методом, они туда его вминают. Ну, вот такие уже поподростали трошки. Хорошие, хорошие. Я уже вижу даже, кто уже первый будет идти. Передовик. Так, тут куди не глянь, все хорошие. Ось, глянь, какой дебилый. Пришел давно. Ого, таких. О, я как-то внимаю. Я вот это зашел. А ну, спину покажи. Я это зашел, я сюда редко заходу. Ну, как редко. А так, что именно зашел сюда, походил по сараю. Я так быстро забег с прутиком, высыпал у корита и все, и пошел. И то, сегодня я не высыпал. Сегодня Вика утром высыпала. Ой, а ось, диви який. Эй, диви. Диви який. Ого. Ось он, наверное, первый будет. Оцей, диви який хороший. О, подилку опустил. Да, все таки нормальные. Ну, что так, друзья, тут все есть, жарщи нема. Ну, сейчас открываю двери, потому что на дворе тепло, двери открыты. Вони тут сплять. Я что-то делаю по ангару, тут кручусь, музыку слушаю и они покотом лежат. И тоже, как бы, за мной, типа, как группа поддержки. Поддерживают, музыку слушают и лежат. А что им, поїло, попило и лежат. Да, тут дивишься, вроде бы, цей здоровый. Придивися, цей еще больше. Цей меньше. Ось еще больше. Диви, диви, какой тюльпан. Оцей здоровый. Оцей, да. Тюльпан именно, ось диви. Друзья, не забывайте, ось хвости, видите. Уверх, ось дивися, уверх хвост. Уверх хвост. Гляньте, уверх. Деще, ось, уверх, уверх. Дивися, сколько хвостов таки уверх. Не забывайте ставить. Мои наблюдения по сараю. Ничего не делал. Ось зима прошла. Не чистил. Ну, я им говорю, лопатой, тачкой. Не чистил. Ни где ничего. То выкачали. Я снимал ролик, как выкачали. И все. Зайшел, насыпал, шлангу распустил. В колодецких ключев, нажав кнопку, набралось 300 литров. И все. Единственное, что бачок, бачите, именно бак, начало чего-то его расплюсковать. Сначала форму держав, а потом начало расплюсковать. Ну, я думаю, пластик оцей тоненький, из-за этого он его расплющит. Ну, они качественные. Да, надо будет другий купить более жестче и, наверное, чуть-чуть больше. Взять сразу на 500 литров, чтобы 2-3 дня набирать. Ну, как-то так. Оце свинка, такая вредная. Ой, шнурки мені уже порозвязывали. Ребята. Ну, то есть вот так. А так конденсата вообще я тут никого не наблюдал ни зимой. И уже литом, можно сказать, не наблюдал. Да я ж литом и запустил его в прошлом году. Все сухое, все отлично. Витяжка, это просто не нарадуюсь. И витяжка в здоровом сарае. У меня три витяжки тоже там не нарадуюсь в трех витяжках. Виконце открыл один ось на день. И там три витяжки тянуть. Я даже не знаю, если бы витяжек не было, чтобы я и делал. Там же в сарае не сиделось. Ни они, ни я. А так вот, видите, все чистенько, аккуратно. Они чистенько более-менее. Кто там хочет покататься, покачаться в своих отходах, он туда и лягает в свои отходы. Кто более чистоплотный, гуляет чистенько. Так, что-то так. Да хорошие такие. Как вы думаете, какой вес? Какая вага? Вот, допустим, вот этот. Какой вес? Так, на глаз. Да, вроде бы сказать, на глаз не проделаешь. Есть люди пишут примерно на глаз, какой вес. А я потом режу. Зваживаю. Да, действительно так и есть. Есть угад. Ну, есть, что бачить, разбирается. А есть так, что, типа, на маня отвечает. Так, что-то так. Что тут у нас? Думаю, если что, на крайняк налит, то еще сделаю вот это векно. Оно же у меня глухое, пластиковое. Я его просто поставил и задув. А я думаю, сделаю его внизу. Поставлю навесы. И чтобы открывался, сюда открывался. Потому что оттуда всегда ветер с той стороны. И будет, как раз, чтобы сюда литом задувал воздух. А не на крайняк, если уже тут будет духотища. Поставлю сюда какую-то вытяжку или вентилятор. Ну да, или туда, или вот. Оце векно же есть сделать. Чтобы типа втягивало воздух или вытягивало. Ну, что-то такое. Надо что-то, короче, думать с этим. Но я же опять не знаю именно литом. Я запустил его, по-моему, в конце... В сентябре. Так, в конце лита. И... Ах ты ж уже ж... И не знаю, как будет именно в саму жарящую. Ну, будем наблюдать, будем дивиться. Давайте я вийду. А это же я их поднимал. То мне писали комментарий. А что, они у вас вообще не лежат никого? Ну, как вы? Они лежат, как тут никто не хунует. Я что-то свое делаю, они полягают и лежат. Просто, как я заходу, то они, конечно... Получается... Сейчас я шнурок завяжу. Поднимается, как зайду ее. Тоже бегают, нюхают. Вон шнурки развязывают. А так тут открыто. Ну, правда, как мухи будут. Хотя, что мне тут эти мухи? Помив низ, побелив и все. А что тут? Даже как мухи, да? Тут, я думаю, не надо заморачиваться. Москитные сетки. Мазать на краняк. Агитой, да? Агитой. Вишать ленты с агитой. И, я думаю, вот так будем как-то бороться. И что я побачил? Побачил я, что их сюда... У меня воно тут было 22 штуки. А их можно сюда смело, так если кинец лета, 30-ку кидать. 30 штук и будет нормально. Только не на лето, а после лета произошло жарище. И вот тут 30 штук сюда заселять в самый раз. Вот эти леса. Это мы с дядей Саней говорили. И мне как раз их хватает в основном. А именно где уже сам конек, сторона, высота, то я добавляю и эти маленькие. Потому что я не достаю из тех и добавляю эти. Или последний раз стулку поставил наверх, то до леса докрутив. А так по краю получилось. Та и цвет такой нормальный. Темно-зеленый и с коричневым нормально сочетаются. А так получается, как потолок сделаю, то будет вообще... Ну, отлично будет. Уже не видно этих страшненьких зашпоротых. У меня же вагон-то был обдертий. А так сейчас уже подшитый. Аккуратно, чистенько, хорошо. И уже приятно. Ось вроде бы недавно строили. Ось я помню. Витяжки, митяжки, вікна, шмикна, утепляли. Все. Ось строили. И уже... И уже ось заканчиваем, можно сказать, да? Ну, что тут осталось? Ну, примерно. Я то не то, что там на полчаса остался. Ну, дошием, доробим, зальем ворота. И все. И можно высыпать зерно. И уже здоровье скажет и спина. Спасибо тебе, Стас, что сделал такое. Мне уже легче будет. Бо, действительно, воно ж... Объемы растут. Пшеницу привозишь, хочется взять больше. Ну, пока цена нормальная по уборке. У нее носить некуда. Начинаешь забывать эти все эти... Прикардепки, эти все сарайчики, гаражики, вагончики. Все, что только можно, забываешь. А воно ж везде шла по этим всем этим. А так будет проще. Машина заехала, высыпала и все. Поехал, ворота закрыв и все. Ждешь там, к примеру, следующую машину. Ну, то есть намного проще. Да, вложился, трошки метал пособрав. Я ж заранее думал ее строить. Метал собрав, собрав. И вот так потихоньку-потихоньку. Не с бухты барахты, не резков. По своим деньгам по чуть-чуть. Ну, уже что-то видно. Уже что-то сделал. Уже в каких средствах... Ну, нет. Ну, трудился, все и не обсуждается. Тут постоянно трудиться надо. Так что так, друзья. Что, вот, дивлюся горы. Под горами ферма стоит. За фермой ангар стоит. А за ангаром тюлени на щелях. Так что, друзья, всем спасибо за внимание. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok